окей меня-то видно ну я тебя вижу но как я уже сказал я не смогу захватить вебку на стрим а ты меня видишь зрители нет зрители тебя не увидят ладно то ли будто чесать яйца конечно пусть ладно ребят давайте про коронавирус все равно всех коснется как в израиле как в израиле карантин протекает хреново крайне протекает карантин огромное количество людей лишилась работы огромное количество людей просто это все пошло по пизде здесь тоже непонятно и это всем все ждет россию вообще надо пару слов о коронавирусе что это такое вот когда говорят что это опасный грипп это все-таки не совсем так это необычный грипп вот ну хотя потому что вот обычного гриппа смертность 0203 процента максим от короны три с половиной процента принципе это можно сравнить с испанской с испанкой с испанским гриппом который был в 18-19 годах до 20 века вот от испанки смертность была 10 процентов там заболела 500 миллионов человек и мир иной отправилась 50 миллионов но надо понимать что тогда и способы лечения были другие очень лечения бы в большинстве случаев просто не было ну как будет например на территории россии от испанки в те годы умерло 300 тысяч но при этом всем было глубоко за эту покурь то что была война и вообще как бы люди евреи в это время были погромы по расписанию вот люди погибали вообще нет корона в основном на сегодня они от испанки не открыли вот возможно нормально весили то тоже был где-то три процента до вроде трех процентов смертность поэтому это больше чем просто грипп это как бы грипп который вызывает очень серьезное осложнение типа пневмонии и чем старше человек тем больше шансов что соответственно будет пиздец потому что в возрасте там 20 условно 30 летом смертность 0 1 0 2 процента а вот в возрасте что 70 плюс смертность до 8 до 10 процентов доходит из средние вот это три процента это средний как бы по больнице но реально это все за счет того что большая смертность возрастом наступает но это как бы такие более-менее очевидные вещи но вот теперь по поводу того по поводу того какие есть варианты почему вообще водится все эти карантины на хрена не нужны потому что не он многие могут думать типа а смысл а карантины на самом деле с одной стороны нужны с другой стороны с ними надо не заигрываться почему они вводятся потому что вот эти три ну как бы вот эти три процента которые которые смертность они являются частью 15 процентов которые в принципе тяжело это все переносит 85 процентов переносит легко потому кого-то там поднимается температура но ненадолго потом сама спадет в некоторые даже если температуре то не сильно да то есть очень многие это особенно молодые просто легко переносит есть мнение что некоторые все даже переболели короны не знают об этом посчитали что просто недомогание хуй с ним и пошли дальше вот но вот эти 15 процентов они прям переносит в основном пожилые кашли они прям переносят плохо из этих 15 считается что где-то половина не скорее потребуется половина или пяти процентов потребуется прямо серьезная госпитализация вот возможно подключение к аппарату искусственной витиляции легких тут все посерьезно так вот есть единовременно есть единовременно в больнице придет пять процентов населения земного шара то все системы здравоохранения сует пиздец да ну потому что у нас например вот в россии это полтора миллиона койко мест это нельзя расширить количество койко мест можно вот но как бы для этого нужно заранее готовится и определенные ресурсы полтора миллиона это один процент а единовременно могут поступить соответственно шесть с половиной миллионов 6 миллионов даже больше соответственно семи с половиной миллионов и это прям ну это прям будет к ну крах для системы здравоохранения перестанет работать будут огромные очереди люди будут которые там другими вещами болеют приходить а вот говорится мы не можем вас лечить на что все завалено больными коронавирусом на этот 8 будет просто полный паралич на вот этой все 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 всего 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 медицинского сообщества теперь карантины нужны для того чтобы этого не допустить они принципе не для того чтобы люди не переболели вообще коронавирусом скорее всего скорее всего несмотря на карантины есть только не будет полного карантина вот полного когда все сидят по домам вообще не выходит там не знает только полиция ездит вот такой реально после апокалиптический мир если такого не будет, то так или иначе переболеем, скорее всего, мы все кто-то активно, кто-то в тяжелой форме кто-то в легкой, но переболеем все но задача вот этого такого лайтового карантина, размазать пик заболеваемости, чтобы он не пришелся единовременно чтобы он не рос такими как обычно, если пандемия то это почти каждый день в лечение чуть ли не в два раза числа заболевших чтобы не было вот этого вот этого пика, чтобы он размазался, и тогда мощность системы здравоохранения схватит тогда и смертность в итоге на практике будет меньше самое главное, вот этой системе здравоохранения не наступит конец вот поэтому они вводят все эти карантины вот поэтому они все это делают если говорить с точки зрения социал-дарвинизма то надо просто вообще дать всем переболеть коронавирусом ну и все, люди получат коллективный иммунитет да, ну, при этом, да, вот 3% будет, судя по всему, смертость но понятно, что в современном гуманистичном мире такой подход не прокатывает вот, и поэтому пытаются вот этот пик заболеваемости сбить теперь, почему почему хреново, если будет вот полный карантин почему хреново, если потому что, ну, по-настоящему скажем так, снизить смертость до максимума, чтобы ее практически не было вообще это, ввести прям полный карантин тогда смертость от коронавируса будет там измеряться реально где-то в районе 0-1% вот почему нельзя это делать и те, кто это хотят сделать я считаю, они просто не понимают, к чему призывают а я просто, ну, периодически от знакомых, в том числе от израильтян не только израильтян, там, из Европы от каких-то общественных деятелей слышу, что, типа, ребята, надо быть ответственными мы отвечаем за пожилых людей все должны сидеть по домам водите, надо требовать от правительства чтобы вводили полный карантин не думайте об экономике, типа нахуй экономику, полный карантин и только так вот все эти безумно ответственные граждане вот эти, да, гуманные они не очень понимают, что будет если ввести полный карантин будет полный крах экономики но крах экономики это не абстрактное понятие да, это это крах каждого из нас на лично-финансовом уровне то есть, знаете, что большая часть людей просто лишится работы да, ну, просто элементарно практически закрываются все эти рестораны да, кафе и так далее значит, все люди увольняются вся сфера услуг просто пойдет по пизде вся сфера услуг вот, там, торговый центр закроют то есть, кинотеатры все вот это далее далее надо понимать, что когда мы говорим о том, что вот, там, не знаю огромное число людей остается без работы ну, хорошо, типа, да а кто-то же ну, остальные же будут работать типа, да то есть, ну, не так все плохо есть масса людей, кто может работать на удаленке там, не знаю менеджеры всякого среднего звена и так далее и тому подобное но это все не ну, то, с чего иначе надо понимать, что это не так просто работает потому, что все мы очень связаны друг с другом это все единая экономическая система все мы, деньги перетекают от одного из нас к другому и вот так оно идет, по сути, по кругу да, деньги, материальные ценности, блага и так далее не важно, как это, да, как это назвать и все мы взаимосвязаны если где-то у половины населения пиздец то обязательно будет пиздец в той или иной степени и у второй половины тоже то есть, условно, вот вы работаете, там, не знаю менеджером среднего звена в фирме, которая торгует, блядь, унитазами да, и вот вроде вас там перевели даже на домашку на удаленку вы такие, ну, ну и хорошо ну и отлично ну, ни хрена подобного потому что в условиях, когда у огромного количества людей нет работы и нет денег соответственно, продажи вашей фирмы очень сильно сократятся ну, как бы всем будет не до унитазов не там, да, если эта фирма торгует унитазами да, не до покупки унитазов соответственно, вас все равно в итоге или уволят или как минимум сократят зарплату ну, потому что не смогут, да, поддерживать долгое время зарплату на том же уровне далее, если речь идет о заводе и он не полностью автоматизирован да, если все-таки вы как-то привязаны к производству как-то обслуживаете производство вы все равно, вам все равно пиздец потому что завод-то закроет по итогу поэтому это тоже все равно пиздец поэтому, то есть даже если ты лично там, хоть какой-то программист и тебя перевели на удаленку ты поймешь, что это все равно тебе отразится потому что вырастут цены по итогу потому что у людей ну, потому что экономическая ситуация будет все хреново и хреново будут расти цены У людей будет все меньше и меньше денег. Это будет отразиться на тебе в плане криминогенной ситуации. Потому что огромное количество людей пойдут, начнут грабить, убивать, насиловать. Потому что вообще, когда человек бедный, без работы, нехренажерать, он способен на очень плохие вещи. Потому что мы не так далеко ушли от природы. Люди просто тоже не очень это понимают. Вот я смотрел на днях видео, как что в Калифорнии, это такой довольно мирный штат вроде считается. Наоборот, против оружия. Так там сейчас народ массово скупает оружие. Видел видосы, как там, не знаю, на улице в Калифорнии чернокожие пиздят китайцев. Просто уж они китайцы, блядь. Потому что, типа, вот они принесли коронавирус. Они не любят китайцев изначально. Да, но они всегда их не любили. Они не всегда их начинали так в открытую пиздить. А сейчас уже начали. А это еще, как бы, нихуя не началось с глобального. Это еще, возможно, то, что мы наблюдаем, это только ягодки. Это цветочки, ягодки еще впереди. Они уже начали китайцев пиздить. Что будет дальше, можно представить. Мы не одобряем расизм, а на всякий случай, как бы, надо это уточнить, что расизм это плохо. И вообще... Это ужасно, блядь. Вот. Так вот, ну, соответственно, это уже началось. А будет только хуже, скорее всего. То есть, очень сильно вырастет уровень преступности. Очень сильно. Там есть случаи с Москвой, или там, в случае с Европой, да, к примеру. В Европе огромное количество мигрантов, да, нелегальных, там, которые сейчас как-то, тем не менее, хоть где-то заняты, да. Они заняты на простом труде, где, ну, и, соответственно, этот простой труд, да, это же они не на компьютерах, он не может быть переведен на удаленку. Они там что-нибудь разбирают на складах, ну, какой-то такой хуйней занимаются, да. Переносит что-то и так далее. Они все лишатся работы. Как вы думаете, чем они потом начнут заниматься? Ну, когда им нечего будет жрать. И это не касается не только мигрантов. Да, в принципе, люди, когда они остаются без средств существования, способны очень на многие негативные вещи. Вот. Повторюсь, в случае с полным карантином, это так или иначе затронет нас всех. Абсолютно всех. Либо через общее падение экономики, да, либо через усиление криминогенной ситуации. Либо просто через то, что, ну, напрямую сами останемся без работы и пойдем по миру. Вот. Блин, я в Москве на днях закрылись все фитнес-центры, и тут люди стали прикалываться, что, типа, о, ну вот, там, типа, бедные качки остались без работы. Я просто на другом стриме говорил, что это не бедные, блядь, качки остались без работы. Это наебнулось целой отраслью. То есть это кажется, что только там, где тренера фитнесом. Да нет, это все администраторы, блядь, это все какие-нибудь, там, не знаю, уборщицы. Это торговцы спортивным питанием, блядь, это организаторы спортмероприятий. Это на самом деле хуево тучи людей. Это вся отрасль. Это вся отрасль. И так вот во всем, да, то есть, гостиничный, туристический. То есть накрылся туристический бизнес сейчас в Израиле, например, плачок, он пошел по пизде. Это не только, да, турфирмы накрылись. И дальше в гостинице дохуя потеряли. Это логистика дохуя потеряла. Это всякие гиды, блядь, дохуя потеряли. То есть это, ну, это всех касается. Это затрагивает так или иначе всех. И даже если, повторюсь, там, да, лично ты будешь зарабатывать там на удаленке, скорее всего, все равно и тебя это как-то коснется. Я уже привел пример с торговцами унитазов, да. Но даже если, предположим, что ты вот там какой-то компьютерщик, да, все равно тебе это коснется либо через общее ухудшение экономического положения. Это первое. И плюс, ну, та же самая криминогенная ситуация станет просто ужасной. Но поэтому вводить полный карантин ни в коем случае нельзя. Это лекарства, в кавычках лекарства, да, которых уже самой болезнью. Пишут, тяжелое протеиностроение несет потери. Да. Ну, не, понятно, так. Понятно, понятно, что все отрасли. Здесь то же самое. Все закрыто. Ну, нельзя. Ну, понятное дело. Сейчас вот я сегодня занимался следующий весь день историей. Нас при синагоге есть там, ну, во-первых, в Москве, как ты знаешь, да, ты же у нас был в Москве. В Москве несколько есть конкурирующих еврейских фирм. Так. В основном это хаббат и не хаббат. Угу. Вот. И я как бы отношусь к не хаббату. Угу. Вот. И главная основная синагога Москвы это не хаббат, а все остальные крупные синагоги это хаббат. Так. И хаббатники там, они подцепили нехило эту корону, судя по всему, потому что там очень много людей сейчас болеют. Ну, то есть нельзя точно сказать, что это корона, потому что, по сути, ты, блядь, кашлянул. Ну, я у меня хронически кашлял. Толя, сука, ты кашлянул, блядь. Да. Ебать, Толя. Ну, короче говоря, я сглотнул сейчас. Короче, они заболели, судя по всему, непонятно чем, потому что тесты-то нихуя не делаются практически, да, но делаются, но их мало делается. И, как бы, это долгое время есть, пока придет результат. Но там среди хаббатников много заболевших, почти все синагоги, не почти, все хаббатские синагоги в Москве закрылись. А та синагога, собственно, в которой ты у меня был, да, с которой я работаю, хоральная синагога, она осталась, она продолжает пока работать, но там тоже до хрена ограничений, по сути, людей нет. Вот сегодня я проводил, меня попросили, я проводил такую виртуальную, такой стрим-экскурсию, через ВК, правда, я это делал, ну, как бы, все равно там где-то 3000 людей уже посмотрело. Вот, только что я, вот, собственно, да, вот, до этого стрима я это делал, такую экскурсию виртуальную по синагоге, и плюс, вот сейчас мы пытаемся сделать следующее, потому что при синагоге есть где-то 200-300 старичков, которые скоро, как бы, Песах, надо им давать мацу, как-то, и надо доставлять им эту мацу, поскольку они почти все эти старички не выходят из дома, они на карантине, вот, и сейчас мы решаем, как сделать так, чтобы община о них позаботилась, сейчас я нахожу волонтеров, чтобы они будут развозить им мацу, развозить какую-то еду на Песах и так далее, это все это доставлял бесплатно им домой, вот, вот, чем я сегодня занимался, ну, и виничка бухал, конечно, потом. Нормально? Да, да, так, вот так прошел мой день, вот, как-то так. Так, ну, что, задавайте вопросы, дорогие зрители, спрашивайте, интересуйтесь. Украина 100 рублей, что хрумкаешь зайчик? Овсяную кашу с фруктами. Вот, доесть я сходу не могу, но, значит, доем во второй половине дня. Так, спроси, как страны будут выходить из кризиса? Ну, действительно интересно, я думаю, по-разному они будут пытаться выйти из кризиса, скорее всего. Ну, в США какие-нибудь субсидии будут, скорее всего, для бизнесов. Я думаю, все будут давать какие-то субсидии, в России уже тоже это обозначили, пока просто непонятно нихуя какие-то конкретно субсидии. Вот. То есть, вроде как, должны снижать аренду, но пока тоже это непонятный механизм, когда снижать аренду. Вот. Ну, глобально понятно, что... Смотри, в России ведь оно стоит, как бы, в США очень важен малый бизнес, его сохранить и так далее. В России не настолько он важен для государства, здесь все, как бы, в основном, экономика держится на крупном бизнесе и госкорпорациях, поэтому как-то они должны что-то делать, но я не думаю, здесь я не думаю, что это будет первостепенно, вот так скажем. От меня сейчас пришло сообщение, что в Израиле сейчас будет отключать общественный транспорт. Понятно. Задавайте вопросы, спрашивайте, интересуйтесь. Так, мне тут одну вещь надо удалить. Так. Если период изоляции от вируса равен двум неделям, то почему странно закрывают на три месяца? Потому что это период, если вы взаимодействовали с больным. Они хотят сейчас... Они еще раз все практически, скорее всего, переболеют. Ну, как все, процентов 60-70, вот те оценки, что сейчас дают. Они хотят размазать пик заболеваемости. Они считают... Условно говоря, скорее всего, вообще, это противится где-то, блядь, полгода. Скорее всего. Это если вот нормально разбазывать пик, то это, скорее всего, где-то в районе полугода. И, как бы, ну, верхние показатели придут, скорее всего, на май, на июнь. То есть мы еще их не достигли, верхние показатели по количеству заболевших. И потом, по идее, должно пойти на спад. Вот. А если вот ничего не предпринимать, то да, такая пандемия намного быстрее пройдет. Ну, тоже, как бы, хуй знает как, но, как бы, по идее, намного быстрее. Вот. Они хотят растянуть все это, ну, как бы, вот снизить, не дать вот это, чтобы было вот это пик, не дать этому пику показателю случиться, да, и, соответственно, растянуть. Так, если вы дать, просто все переболеют, да, то это занял по три месяца. Поскольку это растягивается, считается, что это займет полгода. Может, больше займет. Ну, посмотрим. Погром принял вызов Каргена на ринг? Это вопрос к кому? Ну, хуй знает. Может, он тебе взял, написал, блядь. Нет, кто мне не писал? Ну, да, если бы погром напрямую написал, приняв вызов на ринг, это был бы безарро погром из параллельной, нахуй, вселенной. Потому что... Это было бы забавно, да, это было бы прикольно. Да, я его не совсем вызывал, я сказал, что у него есть претензии, то да, я готов постучать ему поебалу. Да, да, но он не в претензиях, он без негатива. Так. Ну, понятно, понятно. Сатаник стоит 100 рублей. Привет, есть ли версия, что значит трое нищих в фильме Антихрист? Почему именно Лиса, Ворон и Олень? Маргинал послушал бы твою версию. Но трое нищих... Ну, Антихрист Ларс Фон Триера имеется в виду. Трое нищих это перевернутая версия волхвов. Из Евангелия, которые пришли встречать новорожденного Иисуса. Эти трое волхвов, они были царями в Библии. Поэтому, собственно, Антихриста встречают трое нищих. Но поскольку Ларс Фон Триер это, блядь, Ларс Фон Триер, то трое нищих у него, они еще и животные, блядь. Но при этом они нищие специфическим образом. Если ты посмотришь на вот этого, ну, ворона, я не помню. Там, по-моему, был ворон, да. У ворона птенец вывалился из гнезда, и его муравьи съели, нахуй. С Лисой не помню, что было. У Оленя тоже был выкидыш там. Это тоже показано, в принципе. То есть, они как, как сказать, нищие. Они несостоявшиеся, как животные. Их просто называют там трое нищих. Вот. То есть, если вкратце, то там такой мотив. Придумал, насколько я знаю, это придумал просто сам Ларс Фон Триер. То есть, это не... У этого нету каких-то библейских текстуальных оснований. Так. Вопрос из чата. Каргин видел видео про то, что корона – сионистский заговор. Его мнение? Да, я видел это видео. Моё мнение, что ебаньки есть не только среди евреев. Белла Рапопорта, она у нас не уникальная такая, да? Да. Случаются ебаньки среди неевреев. Да. Ну, вот как-то так, да? Бывает, это такое, да. Так, поясни за блюд он бодн. Ну, как бы блюд – это кровь, бодн – это почва. Блюд он бодн – это кровь и почва. Это такой слоган, который, вопреки сложившемуся мнению, придумали не нацисты. Зафорсили его ещё при Бисмарке. Вот. То есть, ну, в принципе, он так-то просто про патриотизм. То есть, это пафосный слоган такой очень. А в плане того, что я имею в виду под кровью и почвой, ну, как основание для, собственно, тех качеств, которыми обладает та или иная популяция людей. То есть, это прежде всего, ну, как, ну, наследие, которое у людей есть. Оно откуда? Ну, у людей есть гены, и у людей есть окружающая среда. Собственно, те вещи, которые предопределяют то, чем, собственно, те или иные люди будут в итоге. Ничего с этим сделать нельзя. Вот это для меня обозначает кровь и почву. Патриотические речевки меня сами по себе не вдохновляют. Погром без негатива угрожает тебя покалечить в России. Это же шутка, без негатива же. Да, это типично. А он тебя угрожал чем-то в реале? Ну, как, люди прозрачно достаточно мне намекают на какой-то батальон русич или что-то в этом роде. Я особо не обращаю внимания, потому что, ну, понятное дело, что, как бы, у этих людей нихуя нет. То есть, как бы, меня бы беспокоило, если бы мне угрожал, как бы, гранатой человек, у которого есть граната. Но когда человек поднимает над головой картошку и, как бы, начинает... Нет, такое, ну, реально все-таки есть эти, потому что я, ну, в прошлый раз там ни о каких угрозах не шла речь от его стороны. Нет, там угрозы есть. Они понимают, в чем дело. Они в основном на Иванове сосредоточены, потому что он в России живет. То есть, они, как бы, какую-то фотку запостили, где из Сайги целятся в какой-то дом. При этом, ну, Иванов говорит, что это не его дом. И, учитывая, что он от смеха чуть не умер на стриме, нахуй, при мне, то, скорее всего, это действительно не его дом. Но, тем не менее, как бы, факт остается фактом. Там, кто-то целился из Сайги в чей-то дом. Если это дом рандомного чувака, от этого не лучше, блядь. Нет, вполне, я допускаю, что они просто могли взять фотку в интернете. А если кто-то просто ходит, там, у него есть какой-то подписчик, блядь, у него есть Сайга, да, и он там решил сделать такую фотку. Нет, ну, это редкий долбоебизм. Просто я тебе объясню, ну, как бы, в России сейчас довольно у властей такая очень, очень чуткая реакция на всякую хуйню. Не потому, что власти за всех сильно переживают, а потому, что переживают просто за себя. И сейчас, ну, как бы, никто не хочет выпустить ситуацию из-под контроля. И, ну, они долбоебы, короче. Просто они, ну, это, как, я думаю, как сформулировать. Сформулировать, видимо, то есть, если, я, ну, я же не знаю, если то, что ты говоришь, это нереально происходит, какие-то угрозы, блядь, Сайга и так далее. Практически у всех общественных деятелей, включая меня и включая его, да, уже были обыски. Так вот, никто не застрахован от повторения. Но можно специально что-то сделать, чтобы провоцировать власти, а можно все-таки как-то вестись адекватно, да. Вот, заниматься такой хуйнёй, это, конечно, провоцировать, это вести себя неадекватно. То есть, повторюсь, в принципе, страховки тут нету, да, это Россия, это общественная деятельность. Но в данном случае, если он правда это делает, то это именно провокация, потому что, ну, напишет Сергея заяву. То есть, можно там напрягать какие-то связи, а можно и без связи, что-то, ну, как бы, то есть, по такой заяве, в принципе, если есть какая-то хотя бы минимальная доказательная база, сейчас отрабатывают. То есть, это очень большое заблуждение думать, что не отрабатывают. Да, да. Вся какие-то батальоны и так далее, всем, ну, как бы, здесь, в Москве, глобально всем на это похуй глубоко. Да, похуй. Ну, их принимают, и здесь принимают сейчас очень разных людей, очень разных людей. Ну, это, это всё понятно, но, как бы, похуй, потому что это такие охуительные угрозы, что... Да, это понятно всё, я просто не понимаю, как бы, ну, зачем, блядь, как бы, это всё, я думаю, что у тебя про 99, просто говоря, что ни в ту, ни в другую сторону ничего не случится. Ну, да. Ну, нахуя из вообще ничего допускать, в принципе, какие-то проблемы в реалии? Эти проблемы в реалии, блядь, и так могут наступить. Ну, я вот тогда уже на прошлом стриме с тобой об этом говорил. Они и так могут у всех случиться, блядь. Это и так, как бы, приходится решать всякую хуйню. Это просто оно того не стоит. Это просто, ну, блядь, ты не знаю, там, всякие вот эти угрозы, блядь, блядь, ебать батальоны, какие-то фотки. Ну, это, ну, это долбоебизм редкий, это очень глупо вовлекать в это, там, называть, там, ускорить, что у меня есть друзья военные, там, военные, вот они тебе что-то сделают. Это очень большая, это очень большая жизнь, это может плохо кончиться. Да, ясно, требуется снисхождение, а не наркоманы, всё-таки. Окей, ну, слушай, это твои и бывшие друзья, не мои. Я вот, я, я, ты, ты, фиксирую, блядь. Да. Не, ну, на самом деле, просто, если честно, да, хочется верить, что это, ну, что всё уже кончилось, да. Я считаю, что, а вот, что-то плохо слышно очень. Раз, раз, раз. Секунду. Вот, сейчас, секунду. А, вот, у меня наушники, да. Я считаю, что погром редкий, редкий долбоеб, но я, честно говоря, не хотел бы, чтобы у него была проблема, вот в рамках именно того, что его за что-то вот в таком духе привлекут. Почему-то, нет, если чё-то сделал, то, конечно, надо. Да ладно, он под ментами, неважно. Тут, короче... Не, ну, слушай, под ментами, блядь, слушай, ты слушай, ты слушай, ты у тех, кто под ментами не сажают, блядь, ну, ёбаный в рот. О чём ты вообще говоришь? Ну, сажают, но человек должен чё-то серьёзное сделать. Не, сажают, слушай, они там, блядь, это, сука. Под ментами дохуя ходят, и, как бы, это вообще не гарантия, и никогда и не было гарантии, да. Это даёт какие-то бонусы, но не более того. Ладно, понятно. Короче, тут вопрос про мессианский иудаизм пришёл. Действительно, у нас в городе, например, есть ровно одна синагога, а она мессианская, блядь. Какая твоя позиция по мессианскому иудаизму? Я сейчас вернусь. Ну, это христиане обычные, такие христианские, блядь, миссионеры. А, это типа всё? Потому что мне просто надо понять, что... Мне просто надо понять, как бы, имеет ли смысл мне сейчас отойти на минуту с этим вопросом. Ну, ты, если честно, на минуту нет, у меня нет какого-то ответа. Понятно. Надо поссать. Давай лучше что-нибудь поинтереснее. Нет, просто христианские миссионеры, которые называются евреями, а не евреями. Так, понятно. Задавайте вопросы, короче, какие-нибудь. Маргинал Сармат на своём стриме на днях намекал, что когда вы были на хате у Егора, Егор что-то предлагал. Блядь, а я не намекал, нахуй, блядь. Спасибо, что, типа, ты мне об этом сообщил, что мне чё-то кто-то предлагал. Меня больше, как бы, беспокоит, что погром просто пиздит откровенно на тему того, что я был не против попробовать кислоту. Это просто пиздёшь, блядь. То есть, там был другой человек, который был не против. И которая обиделась, когда узнала, что я отказался, и что поэтому, как бы, не подвезли. Блядь. Блядь, как бы, ну я-то это самое принципиально против, блядь. То есть, меня не вдохновляют идеи, как бы, потери контроля над собственными действиями и мыслями. То есть, если что, я как бы, ну, и так и похондрик по психической части. У меня просто даже приблизительно никогда, вот, не было побуждения попробовать что-нибудь по типу, блядь, кислоты или, там, мискалина какого-нибудь или ещё что-нибудь в этом роде, да, что-что-нибудь треповое. Потому что, как бы, ну, вы поняли, короче, блядь. Мне, мне хватает того, что у меня, в принципе, есть без посторонних веществ. Так, что-то ожидал от людей, которые на полном серьёзе собирают донаты на убийство украинцев. Ну, понимаешь, я думал, что, в принципе, там, как бы... Не, ну это пиздец, вот, я-то, кстати, такого не слышал. Я, 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 я думал, что, как бы, можно просто идейно не соглашаться с людьми, которые принципиально считают, что надо, там, направить танки на Киев, там, всякое такое. Ну, просто, ну, не соглашаешься и не соглашайся, вон, звонов вообще коммунисты, ничего, нормальное, общаемся, блядь. Ну, не, нихуя. То есть, призывы к братоубийственной войне между комплементарными белыми популяциями с почти одинаковым языком. Это интересная разновидность национализма, конечно. Не, это вообще, это вообще полный долбоебизм. Но он ассоциируется, как ни странно, до сих пор, да, но это то, что есть. Ассоциируется, типа, да, с таким, типа, интеллектуальным правым движением, которому он, конечно, никак... Ну, пропутинский, то есть. Ну, непонятно, смотри, я не думаю, что пропутинский, он, смотри, его же не пускают, там, не на какие каналы эти. Так это важно, потому что уже есть те, кого пускают на эти каналы сегменты. Совершенно верно, ну, то есть он, да, как ни странно, я на Путинке выступал, а он-то нет. Его на Царьград, насколько я понял, тоже не пустили. Вот, поэтому непонятно, пропутинский, не пропутинский, но это все, как бы, ладно. Вот. Просто он, да, ассоциировался вот такой, вроде как, адекватно правой темой. Хотя он к ней не относится, но он с ней, тем не менее, у людей иногда, ну, не иногда, а часто ассоциируется. Про то, что они там собирали деньги на это... То есть, это именно так позиционировалось, да, что, типа, на убийство, но это полный пиздец. Нет, это позиционировалось, как на боевые действия на Донбассе, прежде всего. Ну, понятно, тут тоже, смотря, как сформулировать, потому что, ну... Так. Как Каргина относится к несистемной оппозиции в России? Я отношусь к ним довольно скептически. То есть, у них столько внутренних врачей, столько внутренних противоречий, там, постоянно за столько. Все друг друга обвиняются в том, что кто-то работает на ФСБ, на АПА и так далее. Что, ну, всерьез говорить о том, что у них есть какие-то перспективы, да, не приходится хотя бы, потому что они абсолютно неорганизованы. Хотя бы поэтому. Ну, несмотря на то, что есть, типа, формальный лидер, типа, Навального, но это все херня, там, абсолютно, как бы, да, внутренних противоречий у них зачастую больше, чем противоречий с властями. Вот. Я убежден, что если вдруг в России что-то, да, нынешняя власть падет, она падет вообще не в результате действия оппозиции. То есть, это будет что-то стихийное, если что-то произойдет, то будет что-то стихийное и вообще никак не будет связано с оппозицией несистемной. Ну, отношение к ней скептическое. То есть, я не могу сказать, что там я как-то критикую. Нет, не критикую. Где-то могу понять, где-то не могу понять, но вообще общее впечатление довольно унылое. Да. Так. Деньги не плати. А сейчас танцую. А сейчас танцую. А сейчас не плати. Не плати мне деньги.